Итак, 180 военнослужащих Королевской морской пехоты Великобритании и специалистов химзащиты направлены в британский город Солсбери. Об этом небольшом городке с населением чуть более 40 тысяч человек знают теперь во всем мире. И все из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Пострадавший по-прежнему находится в критическом состоянии в больнице. Полиция говорит о более 20 пострадавших. Помимо Скрипаля и его дочери в больнице остается также полицейский Ник Бейли. Его состояние врачи называют стабильным. И Ник Бейли сегодня на первых полосах британских газет. Сан называет его героем, а Daily Telegraph цитирует коллег Бейли, которые посетили его и говорят, что у него появилось чувство тревоги и он вообще не похож на самого себя. Россия уже предложила свою помощь в расследовании этого дела, а глава МИД Сергей Лавров прокомментировал еще к тому же обвинение в адрес России. Давайте его послушаем. Нас обвиняют не только в этом. Нас обвиняют во всем, что происходит, по мнению наших западных партнеров, не так на этой планете. Мы не слышали ни одного конкретного факта. Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с такими очень серьезными лицами ваши коллеги, с пафосом говорят, что если это Россия, то будет такой ответ, который Россия запомнит навсегда. Это не серьезно. Это опять чистой воды пропаганда, чистой воды нагнетания истерики и истерии. Репортажи по телевидению смотрят и в Британии, российские имеют в виду, и обращают внимание на то, что говорят на российском государственном телевидении. Ну, в частности, цитируют одного из ведущих Первого канала Кирилла Клеймёнова, который сказал следующее. Профессия предателя одна из самых опасных в мире, по статистике, намного более опасная, чем наркокурьер. Очень редко те, кто ее избрали, сказал Клеймёнов, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных сидин. Ну и сейчас на прямой линии связи с нами из Солсбери моя коллега Ольга Кузьменкова, которая буквально считанные часы назад приехала в этот город. Я уже не знаю, вместе ли с американскими военнослужащими, о которых мы говорили. Оль, ты вот видела, с британскими, прошу прощения, военнослужащими, ты видела вообще каких-нибудь военнослужащих и что они будут там делать? Ну действительно, сегодня Министерство обороны сообщило о том, что в город должны приехать 18 машин военных, примерно 180 человек, экспертов в области химического, биологического и радиологического оружия. Но пока на самом деле в городе никаких военных не видно. Коллеги встретили только одного военного рядом с заведением «Зизи и пицца». Они встретили его в магазине, он был в некотором недоумении и сказал, что он пошел покупать кошачий корм. Ну и вот последние буквально пять минут до эфира коллеги, которые находятся сейчас у больницы, где находится Сергей Скрипаля и его дочь, сообщили, что они видели нескольких военных там. Пока на самом деле не очень понятно, где будут проходить их основные действия. Вся территория вокруг скамейки, где нашли Сергея Скрипаля, по-прежнему отцеплена. И там находится всего несколько полицейских. И обстановка в городе очень спокойная. Ну что же, я благодарю Ольгу Кузьминкову. А сейчас ко мне в студии присоединяется моя коллега Ольга Ившина, которая последние три дня находилась в Солсбери. Видела, что там происходило после отравления. Да, сдала вахту Ольге Кузьминковой. Сдала вахту Ольге Кузьминковой. Оль, ну мы с тобой о том, что в Солсбери говорить не будем, что происходит там сейчас. Поговорим о том, что обсуждают сейчас практически во всех СМИ британских. Обсуждается главная эта версия, кто мог отравить экс-офицера Гру и его дочь. И в общем, печатные британские СМИ, не стесняясь, называют Россию. Если вы откроете практически любую газету, слово «Раша» или «Влад», применительно к Владимиру Путина, как они его называют, там практически везде. Тем не менее, мы на данную минуту не имеем еще, насколько я понимаю, некой официальной версии того, что же все-таки произошло. Да, давайте я постараюсь в выгодную сторону отличиться от наших печатных британских коллег. И отчасти порадовать российский МИД попыткой объективно сейчас осветить то, что происходит. Смотрите, у нас, что касается версии, появляются новые интересные обстоятельства. Например, сегодня полиция заявила, что вот тот самый полицейский, которому очень плохо и который в больнице, это не полицейский, который помогал Сергею и Юле, когда их обнаружили на скамейке. Это полицейский, который заходил в их дом. И это очень важное обстоятельство. Врачи также подтвердили, что вот те два специалиста, которые оказывали первую помощь, Сергею и Юле, они также в порядке. Это наводит полицию на мысль о том, что нужно сейчас следы и дальнейшие ответы на этот вопрос искать дома. И возможно, что вот ключ к разгадке, кто напал на Скрипаля и почему, находится в доме. Именно поэтому сегодня вот дом, где жил Сергей Скрипаль, был дополнительно оцеплен чуть на более широкий периметр. И там производились какие-то действия дополнительные на заднем дворе. Что там было, мы не знаем, но вот знаем, что полиция активизировалась. Также нашли, что очень важно, машину Сергея Скрипаля. Мы вот с коллегами ее искали несколько дней в Солсберис. Не нашли, но вот полиция преуспела чуть больше, чем мы. И это тоже очень важно, потому что не очень понятно, куда она делась. То есть соседи еще в первый день нам сказали, что всегда у него стояла припаркованная машина около дома. И Сергей, в общем-то, не очень любил такие затяжные прогулки. Поэтому напрашивался вывод о том, что, наверное, он в воскресенье поехал в центр города на машине. Но куда она делась, было не ясно. Вот еще одна очень важная ниточка. Касательно того, кто за этим может стоять, ответ на этот вопрос мы ждем от британской полиции и специалистов на следующей неделе. Они обещали чуть подробнее рассказать про то вещество, которым предположительно был отравлен Скрипаль. Вот уже сейчас известно, что это очень редкое нервно-паралитическое вещество. Но они обещали подробнее рассказать о том, что это. И, исходя из этого, мы сможем говорить о том, откуда это вещество могло появиться. Можно ли его синтезировать самим условно на кухне дома. Хотя многие специалисты-тактикологи уже сейчас говорят, что это крайне маловероятно. А если нельзя, то где, в каких лабораториях, в каких странах это можно сделать?